Таня простая студентка медицинского университета. Вот только занимается она совсем не простым делом. Вместе с командой единомышленников рассказывает женщинам о проблеме рака молочной железы в рамках проекта АСОНКО. В этот раз они приехали в детский сад номер 48, чтобы пообщаться с воспитателями и сотрудниками. К волонтерам здесь относятся с особой любовью. Они освещают проблему профилактики онкологических заболеваний. Это что очень важно в настоящее время. Рассказывают нам о профилактике. Мы задаем им всевозможные вопросы. Они в доступной форме нам отвечают. На всю глубину начинают щупать. Есть ли какие-то образования? Нет никаких образований. Свою работу ребята начали с проекта «Женское здоровье. Скрининг рака молочной железы». А потом переросли в более крупный АСОНКО. Теперь он включает в себя больше направлений. Каждая из них особенно важна. В нашем проекте шесть направлений. Выбрали мы их не случайно. Это связано с наиболее частыми формами рака по статистике в России и в частности в Курской области. Помимо профилактики мы говорим про обследование. Мы говорим про методики самообследования в случае рака молочной железы. Мы координируем людей в случае того, если у них возникают какие-то проблемы, вопросы и так далее. Такие встречи они проводят регулярно, но октябрь – особый период. Уже почти 30 лет во всем мире считается месяцем повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2018 год этот диагноз поставили более чем 2 миллионам женщин по всему миру. Именно поэтому каждой важно не только знать о возможных проблемах, но и вовремя проходить обследование, в том числе заниматься и самодиагностикой. Как женщина может определить это у себя сама? Во-первых, она должна прежде всего до любого самообследования обратить внимание на свое нижнее белье, то есть на свой бюстгалтер. Нет ли там каких-либо выделений крови, слизи, гнойных и так далее, каких-либо пятен или выделений из соска, то есть она это увидит на своем бюстгалтере. При появлении симптомов следует обратиться к врачу и пройти обследование. Когда диагноз ставят на ранней стадии, вероятность сохранить здоровье и красоту каждой женщины возрастает. Именно это уже более года волонтеры проекта стараются донести до населения. Анастасия Шугаева, Сергей Дорохов, Телеканал 7.